В Якутии продолжается работа по оказанию адресной помощи военнослужащим, участникам специальной военной операции и членам их семей. В настоящее время 28 семей получили материальную помощь на газификацию жилых домов. 45 родителей бойцов воспользовались правом на бесплатное санаторно-курортное лечение. 85 членам семей оказана материальная помощь для выезда к месту лечения военнослужащего. 175 военнослужащим и 188 членам их семей прошли реабилитацию в медицинских и социальных учреждениях республики. Также у нас в республике продолжается работа по оказанию содействия в трудоустройстве членов семьи непосредственно самих военнослужащих. В центры занятости населения за помощью в трудоустройстве обратились 87 человек, из них 26 – это участники специальной военной операции и 61 человек – это члены их семей. Всего трудоустроили 19 человек и 14 человек направили на профессиональное обучение. 230 представителям малого и среднего бизнеса автоматически продлены отдельное разрешение на ведение бизнеса. Также хочу отметить, что помимо государственных муниципальных мер поддержки, многие компании и корпорации делают скидки и оказывают иную помощь в рамках предоставляемых услуг. Могу привести в пример компанию Arctic Travel, которая 43 семьям участников специальной военной операции подключила интернет бесплатно, предоставила 50% скидку на аренду оборудования и скидку в 25% на абонентскую плату за свои услуги. Таких примеров у нас в республике достаточно много. И это свидетельствует о том, что у нас нет равнодушных людей. Каждый может внести свой посильный вклад в общее дело и поддержать семьи наших бойцов.